приветствую себя на канале я наталья сегодня покажу носки пары несколько готовых покажу на чем застряла будет отзыва пряжа которая вязала или немножко новых моточков покажу и начну пожалуй с тех носочков которые показывала в предыдущем видео тогда их только начинала сейчас они уже готовы я их уже носила и на улицу а дома так вообще по всякому и мне очень понравилось то как они себя вести носки я вязала из бобина итальянской пряжи 350 метров полу шесть а буду сравнивать их с носками которые связала из турецкой пряжи bravo winter я ими довольна вообще на стопроцентной и пряжей в том числе пряжа от 350 метров вязала и эти которые 420 метров и эти 350 я вязала одними и теми же спицами два с половиной миллиметра ощущение абсолютно другие при том что это пряжа тоньше вот ощущение что они прям горячие такие вот теплые теплые при теплые здесь абсолютно такая приятность может быть и за счет этих дырочек уже как бы в активной носке такой и заметьте ничего не не то что я их отбира подбирала карточки нет прекрасная пряжа напишу в магазин отзыв возможно они обратят внимание купят другие цвета которые более привычные такие более спокойные которые больше подойдут например для берет я бы берет связала зеленые носки которые я показывала предыдущем точно также но это просто уже не мои носки я их отдала но они также носились и на улицу и дома и к ним нареканий нет стирала я их стиральной машине не на деликатном а на обычном режиме там где стирают джинсы 40 градусов не сели не растянули очень рекомендую эту пряжу на любые вещи в том числе плечевые замечательная она только довязала свои носочки из пряжи bravo winter турецкая носочная пряжа классического состава много переделывала потому что мне не очень понравилась нитка хотя посмотрим после стирки возможно я поменяю свои отношения но я хотела поначалу я делала араны этот провязала уже вот почти до пятки и поняла что мне не нравится в этой пряжи как они лежат ну вот допустим если вывернуть видно за счет вот этой махнявости пряжи как-то не очень она красиво идет не очень ровно и когда начинается переплетение подцепливаешь ниточку она начинает расслаиваться еще плюс и это еще больше делает какой-то некрасивость неряшливость и я распустила мне не понравилось пробовала делать жаккард жаккард кстати неплохо возможно я эту нитку просто оставлю просто сейчас май и жаккард это еще большая плотность то есть получается жаккард он будет такой же плотный как вот здесь пятка то есть двойной идет я просто на сейчас не готова этим заниматься в сравнении конечно с предыдущей пряжей которая не носочная это достаточно вот хотя пряжа намного тоньше тут 420 метров но на ощупь и так вот она чувствуется что она плотнее и теплее будут чем мои предыдущие носки и немного пройдусь по носочкам набор был обычный набор наборной край дальше пошла резинка с скрещенными лицевыми и дальше у меня три раппорта узора узор оставлю внизу ссылку раппорт состоит из 16 петель я набирала 48 конечно если вам надо другое количество петель вам придет подключить творчество и фантазию чтобы вписать все в свое количество петель тут до пяточки узор идет дальше его нету я для симметрии тут добавила еще вот такую одну штуку все носочек тут и сшила такие красивые носочки очень довольна прямо ну все моя любовь и кстати хочу сказать о блокаторах вот эти носки я вязала из вот этой пряжи bravo winter значит это носочная пряжа достаточно бюджетную даже очень бюджетная она из разряда как и ализе и на к на сочные еще там какие то есть в общем где-то по ценовой категории она относится туда так вот именно эти носки я считаю что вот тут как раз нужны блокаторы знаете почему что приключилось они как-то очень покрутились то есть вот эта часть носок пятка она как-то вот вот так вот выкрутилась и и вот именно в этом случае блокаторы но просто необходимы для того чтобы выкрутить их и зафиксировать в том положении в каком надо вот с этими носками и с этими зелеными у меня такой проблемы не было связала и связала выложила и выложила в общем как бы все было хорошо абсолютно а вот эти однозначно видимо пряжа крутится в общем я не перестаю пить дифирамбы вот этой пряжи очень она мне понравилась просто я в восторге от нее не могу сказать что она плохая я ее оставлю скорее всего для жаккарда у меня ведь еще есть еще один моточек вот еще сильненький я и планировала как раз допустим то вот это женские сделать еще пару мужскую а оставшиеся пряжи яхо собиралась замиксовать как-то вполне возможно что так и будет и вполне возможно что после стирки носки меня удивят в общем-то пряжа будет может быть и и все не так плохо в общем пошла вешать все носки конечно я стираю стиральной машине и эти в том числе сделала такой узор что-то он мне не нравится то есть вот возле резинки допустим я бы оставила наверное так и сделал тоже и пятку принципе сделанная распущу нравится мне вот эти дорожки как придут но вот я понимаю что она немножко будет как резинка резинка потом такой горизонтальный такой бублик какой-то опять резинка резинка и бублик этот горизонтальный серый носок также крутился как и голубой но прежде мне это как-то больше понравилось она менее пушистая она немного меланжевая такая вот с украплениями различными в принципе смотрится интересно носки мужские это недостирки такие вот шованные все пойду и стирать хотела вязать третий носок хотела такой фэмили лук продемонстрировать ну как бы уже третья пара была бы понятное дело такая замиксованная очень понравилась вот этот метод helix отличная вещь мне очень понравилась резиночка моя потом из скрещенных петель а вот вот эта часть средняя она как-то в отношении всего остального вот пяточки такой интересной она как-то смотрится просто что-то мне по сочетанию это не очень нравится и какая-то очень уж такая пятка не знаю правильно ли это ну когда я одеваю вроде все удобно она расходится вот вот такая двухцветная вроде вроде как прикольно все ну вот этот вот эти полосочки просто влюбилась и хотела бы чтобы было полностью такой носок связан честно говоря и вот как-то вот эта пятка бумеранг пока она мне не стала любимой не зашла она мне так хорошо как пяточка вот это подкова пятка подкова пока и пятка струнг пока мои самые любимые при привязывании пятки это у меня постоянно слетали петли когда я поворачивала вязание именно сдвоенные петли почему-то моментально соскальзывали каким-то просто волшебным образом хотя я не новичок в укороченных рядах варианта тоже не оставлю резиночка мне нравится оставлю обязательно вставлю схему она легко очень вяжется красиво смотрится две схемы на 4 петли но они немножко разное обратите внимание резиночки интересные обе после того как носки я постирала высушила как-то я все-таки к пряже неплохо отношусь мне кажется во первых она очень теплая вот это настоящие зимние носки мне в общем-то все понравилось в ней мне правда ни с чем сравнивать потому что это первая пряжа бюджет на которой я купила значит это турецкая пряжа обычный классический состав у нее 75 супер вош марина 25 полиамид написано 420 метров 100 грамм это два цвета я брала один цвет 0 2 2 цвет 90 21 не знаю какой уже какой из них какой два серых цвета там есть палитре я брала светлый цвет мне он очень понравился единственное что я думала он будет светлее вот для того чтобы допустим миксовать мне бы хотелось чтобы он был еще более светлый ну в принципе так тоже неплохо мне очень нравится что он такой вот неравномерный меланжевый палитра мне довольно спокойная такая не яркая очень понравился мне тут узор и здесь тоже все простенько но красиво вот такая резинка и дальше после пятки я тут тут была резинка три на один дальше уже пошла резинка получается 7 на 1 вот так только по переду а на ступни ничего этого нету так все сшито еще скажу что у меня с желтых и зеленых носков осталось в принципе желтой пряжи мне осталось ну на такие же самые носки в принципе хватит а вот зеленый тут маловато потому что носки были мужские и поэтому тут осталось меньше половины я что-то взяла и купила вот такую пряжу как бы в поддержку я собиралась купить к этой зеленой пряжи такого дружочка как раз зеленый цвет вот есть подходящий но не удержалась купила я конечно для дружочков сильно многое купила опять-таки 100 грамм то есть это опять-таки на полноценные носки это пряжа alma misoni stampa тут тоже 350 метров она очень тактильно похожа на шерсти тут меньше тут 30 процентов шерсти 70 акрил не полиамид называется цвет веселая карусель 475 я думаю что они подружатся как-то и помогут мне сделать еще одну пару очень надеюсь что это пряжа будет себя вести также какие раз уж мне носки так понравилось связать и так они у меня пошли я честно говоря думаю уже и они не бюджетной пряжи и именно носочной все-таки потому что ну это баловство такое получилось и хорошо что получилось вот и нитка такая отличная я рада но и с тонкой пряжи мне конечно больше нравится вязать во первых они действительно влазят в обувь и в них удобно ходить я уже там читала что на лето вяжут и хлопок шелк вообще составы пряжи носочный просто поражает своим обалденно классным составом вот не очень мне понравилась пятка бумеранг как-то вот не знаю пока пока я как-то не не оценила ее потому что вот эта пятка то есть она ближе к классической она почти как классика только усовершенствованная классика пятка подковы она прекрасна в общем-то и пятка струк мне также понравилась пятка стронг и вот это пятка подкова я считаю такие основы большего в общем-то может быть ничего другого и не нужно не могу сказать пока свое мнение по этой пятке но честно говоря я чего-то большего от нее ожидала спасибо что досмотрели до конца спасибо что были со мной отмечайтесь в комментариях поддерживайте меня пальчиком вверх до новых встреч всего доброго